Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копленд. Давайте помолимся и сразу же начнем наше сегодняшнее библейское занятие. Отец, мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе хвалу и мы почитаем Тебя во имя Господа Иисуса Христа. И мы принимаем служение Духа Святого сегодня, нашего Учителя, того, кто наставляет нас на всякую истину. Мы благодарим Тебя и мы воздаем Тебе хвалу. Как я уже сказал, проявляй себя на этом месте и мы в Твоем распоряжении. Во имя Иисуса. Аминь. Поприветствуйте вместе со мной брата Денниса Берка на этой передаче. Деннис, пусть Бог благословит тебя. Спасибо тебе. Я очень доволен, что ты здесь. Я в восторге и восхищении. Мы уже очень давно не делали этого вместе. Я знаю. Прошло много времени. Я с нетерпением ждал этого. Аминь. Я знаю, что ты путешествуешь в служении по этой стране и за ее пределами. И служение Денниса Берка — это международное служение в большей своей части. Если вы хотите найти этого парня, вы можете найти его в любой части мира. И очень хорошо пробудить себя и начать смотреть на то, что делает Бог. Потому что новостные каналы и все, чем мы окружены, все это звучит так, как будто много всего происходит плохого. Но это не так. Везде происходит одно и то же. Да, это все тот же ужасный процесс «убить, украсть и погубить». Но на Земле происходят также и удивительные вещи, не правда ли? И расскажи нам о них, Дэрис. Я знаю, что в этом году ты много был за границей. И за много лет я побывал в разных странах. И вот в чем я убедился. Я убедился, что Бог действует повсюду. Повсюду? Он действует по всему земному шару. Люди получают освобождение, свободу от дел дьявола, они оживают к Божьим вещам на высшем уровне и в большем масштабе, чем когда-либо раньше в истории человечества. И я наблюдаю за тем, как это происходит во время моих путешествий. Я сознаю, что Бог жив. Он исцеляет людей, Он спасает людей. И мы нечасто слышим об этом в новостях. Возможно, совсем не слышим в светских новостях. Но это самые большие события, которые происходят на этой земле. И посреди всего Бог поднимает настоящих учеников Господа, настоящих, серьезных христиан, людей, преданных хождению в том, что сказал Бог. И жизни верой. И посреди всего этого вы убеждаетесь, что везде, на любом континенте и в любом месте люди нуждаются в одном и том же. Аминь. Это здорово, правда? Да. Им нужно в точности одно и то же. Знаешь, Деннис, люди говорили мне... Однажды это промелькнуло в мое мышление. Это было вскоре после того, как вы с Вики перестали работать в нашем служении и начали собственное служение. Мы должны были второй раз ехать в Англию. Первый раз мы поехали в Лондон, потом в Блэкпул, северную часть страны. И люди говорили мне... Брат Копланд, вы должны понимать, что англичане не очень любят выражать свои эмоции. Поэтому не расстраивайтесь и не разочаровывайтесь, если они не будут громко восклицать посреди проповеди и все такое, потому что они очень сдержанные люди. И тогда я подумал, ну да, конечно. То есть, Деннис, люди, о которых ты говоришь, те, на кого Слово Божье влияет каждый день их жизни, на самом деле похожи, независимо от того, в какой стране они живут. И эти люди, это ученики Иисуса. И я имею в виду, каждый день они приходят в восхищение, они прославляют Его. Верно. Они восклицают и прославляют Бога. И не имея значения, в какой стране они живут, какого цвета у них кожа, или на каком языке они разговаривают. Послушайте. Совершенно верно. Вера — это вера. И все, что связано с Богом, восхищает нас. Деннис, это было единственное место в Англии, где меня по-настоящему перекричали, где я не мог проповедовать то, что планировал сказать. Я прочитал одно местописание, и весь зал просто взорвался в эмоциях. В тот вечер там было 9 тысяч человек. Они буквально взорвали своих эмоций. Они начали восклицать, молиться, бегать по всему залу. Я снова несколько раз пытался начать проповедовать, и наконец подумал, «Ну, знаешь, Господь, Ты это начал, тогда и заканчивай». И я просто стоял там, опираясь на кафедру. Наступило временное затишье, и я сказал что-то еще, и Слово Божие, и они снова начали восклицать. Я попытался сделать это три раза. Я так и не закончил эту проповедь. Да. Но знаешь, мне было все равно. Радость продолжалась. И в тот вечер это было самое потрясающее чудо. Это было просто чудесно. Видеть это посреди очень консервативных, недемонстративных людей. Да, конечно. Знаешь, я слышал такие предупреждения во многих странах, куда ездил. Не учите об этом, не говорите о том, не ожидайте этого. Но в конце убеждаешься, что люди, которые любят Иисуса, любят Его Слово, Его откровения, они хотят знать те победы, которые Иисус дал им. Слово Божие говорит, от избытка сердца говорят уста. Да. И мне все равно, кто вы. Знаете что? Я просто подумал, что когда люди говорят вам, не ожидайте многого и все такое, с ними это не происходит именно потому, что они не ожидают многого. Верно. И соответственно, я заметил, что те люди, которые говорили так, особенно в то время, не ожидали многого. Поэтому не проповедовали о многом. Многие из них сами жили большим, они ходили верой, но они не ожидали много от людей, которым служили, поэтому не получали много. Но мы возлагаем ожидания не на людей, а на Слово Божье. И Слово Божье делает свою работу. Верно. Слово Божье делает свою работу. Вы провозглашаете Слово, и ожидание оживает в человеке, который слышит это. Слава Богу. Деннис, я знаю, в твоем сердце есть очень сильные и насыщенные вещи, о которых мы с тобой говорим. И давай углубимся... Происходит умножение по всей земле. высвобождение с небес на землю людям, которые жаждут вещей Духа Божьего. Ибо это время большего высвобождения откровения Моего Слова и Истины, говорит Господь, «Чем то, которое происходило в прошлые дни и еще раньше. Ибо, видите ли, земля и все, что ее наполняет, еще никогда, никогда не выходило на этот уровень и еще никогда не пребывало в таком времени. Мой план осуществляется и Мой план величествен. И это дни, когда Мои вещи будут доступны вам, если вы только попросите, будете искать, стучать, и вам будет открыто». Слава Богу! О, Господь! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Господь! Я принимаю это. Спасибо тебе, Иисус! Боже мой! Слава Богу! Дни откровений! Да! Дни истинной силы Духа Святого! Я увидел это в моем духе, что эта планета еще никогда не была в таком положении. Мы ближе к воскресению, чем когда-либо раньше. Да. Оно здесь. Да. Я имею в виду, оно уже здесь. И мы то поколение, которому Иисус сказал, верующий в Меня, те дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я иду к Отцу Моему. И в это время мы принимаем больше откровения о делах. Да. Больше дела, чем когда-либо раньше. И так мы поколение, которое будет исполнять их. Некоторое время тому назад, я помню, проповедовал вместе с Маком Гобером в служении земля Хананска. И прошло уже довольно времени, с этого времени, и я заметил кое-что в духе. Это присутствовало все время. Но я не видел это именно таким образом. Иисус сказал, дела, которые творю Я, и Он, то есть верующий в Меня, сотворит, и больше сих, потому что Я к Отцу Моему иду. Позвольте спросить. Иисус ушел к Отцу? Да. Аминь. Это план Иисуса для нас. Он запланировал это. Таков был Его план все время. Если вы хотите хорошенько посмотреть на общий план Божий, то вот он. Чтобы мы творили Его дела и больше сих. Аминь. Да. И сейчас сейчас пришло это время. Вот оно. Вот это время. Это сразу же приводит меня к тому, что у меня есть сердце относительно этой передачи. Каждый верующий должен принять некоторое решение внутри себя, чтобы они могли быть использованы в этом качестве Духом Святым. Это правда. И я заметил кое-что. Очень часто, когда Дух Божий приходит и хочет делать что-то в жизни людей, у Него для нас огромные планы. Для каждого отдельного человека у Него есть задание. То, что Он хочет совершить в них и через них. За много лет в своих отношениях со многими верующими я открыл одну важную вещь. Она состоит в том, что очень часто людям кажется, что они непригодны, чтобы Бог использовал их на этом уровне, что Бог действительно может говорить через них или открывать им какие-то вещи, точно так же, как Дух Святой сказал это через тебя сейчас. И люди чувствуют страх. Они чувствуют, что у них нет того, что необходимо для этого. Или они не верят, что Бог может использовать их таким образом. Я заметил, что апостол Павел во всех своих посланиях утвердил одну основную ценность, одну конкретную тему. И, конечно же, он говорит об очень разных вещах. И есть очень много сильных вещей, в которых мы нуждаемся. Но послание к римлянам начинается с того, что я верю лежит в самом основании изменений христианской жизни. И я хочу сразу же перейти к этому. Послание к римлянам, первая глава. Разрешите мне на часть 16 стиха, потому что апостол Павел сказал об этом таким образом. Он сказал, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова или благой вести Христа, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Я буду продолжать читать дальше, но хочу указать что-то. Когда он сказал это... Слушайте, вот где это отмечено. Верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит. Что он сказал? «Я не стыжусь благовествования, ибо оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Всякому верующему. Всякому верующему. Итак, всякий верующий, приходящий к нему, пригоден для исполнения его дела. Исполнения его дела. Вот что ставит нас в это положение. Но здесь есть кое-что важное, и это нужно запомнить. Иногда это место можно прочитать, как будто бы спасение доступно каждому. И да, и нет. Оно доступно каждому, но оно не работает в каждом, пока он не поверит. И много лет тому назад меня это поразило, что вся эта Божья сила воскресения, самая могущественная сила во Вселенной, не имеет силы в моей жизни, пока я не избираю верить в это. Да, правда. Это удивительно, что Бог ставит мою веру на такой высокий уровень. Но когда я верю, это начинает открывать все ресурсы, которые мы считаем на самом деле важными. И здесь Он говорит, спасение для каждого, кто верует. Но иногда людям кажется, что почему у меня что-то не работает? Я имею в виду то, о чём такие проповедники, как ты, проповедуют на этой передаче. Почему это не работает? И очень, очень часто всё сводится к тому, во что человек на самом деле верит. И Павел сказал, это спасение и Его сила, сила совершать дела, которые Иисус предназначил нам, она доступна каждому верующему. Но далее Он даёт нам предостережение, своего рода определяющие условия. Смотрите, в следующем стихе Он сказал, «В нём, в Евангелии, открывается праведность Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Это утверждение находится в четырёх разных местах Библии. Это утверждение «Праведный верою жив будет» мы находим в Ветхом и в Новом Заветах. И это очень важно. Если Бог говорит что-то четыре раза, это важно. И Он очень чётко определяет, что праведный или справедливый. Оправдание — это праведность. Праведность открывается в этом Евангелии, и она открывается, когда Божья работа проходит через нашу жизнь. Когда приходят эти проявления и откровения о том, что Бог запланировал для человека, эти задания, которые Он даёт нам исполнять, это настоящая картина того, как выглядит правильное положение перед Богом Дитя Божьего в человеческой плоти. именно так Бог планировал с самого начала. И я начал всё прокручивать назад. То, что мы знаем с самого начала. И вы знаете, что вы любите Иисуса. Вы рождены свыше. После смерти вы попадёте на небеса. Однако, что касается этой идеи оправдания, праведности, к которой я вернулся, я начал осознавать, что это основной вопрос. И это очень важно. Вот почему я верю, что Бог побуждает меня говорить об этом на этой неделе, чтобы мы вернулись к некоторым понятиям и ухватились за это откровение. Когда слово оправдан, знаете, написаны целые тома книг об оправдании по вере. Боже мой, это очень важная доктрина. Но я убедился, что доктринальное утверждение оправдания верой, которое излагается с точки зрения теологии, на самом деле сводится к очень простому описанию, которое можно использовать даже в воскресной школе. Оно значит быть таким, как будто бы я никогда не грешил. Оправдание просто означает, и вы слышали это, я слышал это, мы использовали это много лет, так, как будто бы я никогда не грешил. Но теперь, какова была бы моя жизнь сегодня? Какова была бы ваша жизнь? Жизнь любого другого человека сегодня, если бы они действительно никогда ни разу не согрешили. Если бы каждый день своей жизни, каждый день моей жизни я бы жил, исполняя Божье Слово, не уклоняясь в сторону, не ошибаясь, не уходя в своё направление, не впадая в бунт, не попадаясь на крючок, который меня цепляет, что если бы каждый день своей жизни я жил без греха, какой была бы моя жизнь сейчас? Какой была бы жизнь любого другого человека? Именно к этому Иисус ведёт нас сейчас. Он ведёт нас. И это захватывает меня таким образом, как будто бы мы на самой быстрой полосе, чтобы достичь того места, где моя жизнь сегодня действительно будет выглядеть так, как будто бы я ни разу не согрешил за все эти годы своей жизни. Иначе говоря, Он подхватывает меня. Вот что такое благодать. Да, совершенно верно. Божья благодать — это Его всеобъемлющее желание относиться к человечеству так, как будто бы греха никогда не было. И мне это нравится. Это так много значит. И всё, что Он совершил, начиная с того дня, когда Он создал Адама, знаете, это первое покрытие из кожи животных, использовав смерть первых животных. Цель Первого Завета в обеспечении нужд человека состояла в том, чтобы снова одеть этого парня, покрыть его, и затем через благодать вернуть веру и духовную власть на эту землю, человеку, которого Он создал. Потому что Бог никогда не изменяет свой план. Слава Богу! Аминь! Именно отсюда к нам приходит сила исполнять Его задание. И она приходит от окончательного знания и утверждения в том факте, что мы правы в Божьих глазах. Нет никаких преград между верующим и Божьей волей. Никаких. Я узнал это, когда впервые нашёл во втором послании Коринфянам, в пятой главе сказано, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех». И Иисус ни разу не согрешил, но Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными перед Богом. Иисус никогда не совершил греха. Я никогда не совершил праведности. Да. Но Он взял мой грех так, чтобы я мог по вере взять Его праведность. Как бы там ни было, вот в чём суть. До того момента понимание слова «праведность», которое у меня было, не состояло из подобного определения в моём сердце или разуме. я просто слышал это слово всю свою жизнь в церкви. Но послушайте, откровение об этом. Эта истина настолько восхитила меня, и я услышал, как брат Хейгин учит об этом на целой серии служений, что правильное положение перед Богом, праведность, не обретается через какое-то возрастание. Денис, это было похоже, как будто бы кто-то переехал меня огромным грузовиком. Что? Знаешь, ведь в церкви так много цитировали «много может усиленная молитва праведного». Я подумал, да, конечно же, настанет когда-то такое время, когда я буду достаточно праведным для этого. Однажды мы все будем такими. Да, мы будем такими. Надо продолжать работать над этим. Но ведь я лишь старый грешник, спасённый по благодати. Но знаете, что? Нет, 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 мы стали Божьей праведностью, когда были рождены свыше. В ту минуту, когда вы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, Бог сделал вас праведными в своих глазах через Его праведность. Древнее прошло. И через сто лет после сего дня вы будете возрастать в святости, вы будете возрастать в вере, вы будете возрастать в благодати, в этих вещах. Но, братья мои и сёстры, когда вы приняли Иисуса Господом, вы стали Божьей праведностью. Аллилуйя. Слава Богу. И наше время подошло к концу. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Коннет Копланд. Отец, мы благодарим Тебя за Твое слово сегодня. Мы открываем наши сердца и мы открываем наши глаза и мы открываем наш разум и уши для откровения с небес. И мы благодарим Тебя за это. И мы воздаем Тебе хвалу и честь за это. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Брат Денис. Да, сэр. Давай вернемся к тому, о чем мы говорили вчера. О том, что праведный верою жив будет. Праведный верою жив будет. Ты заметил, что во всеоружии Божьем броня это праведность. да, так сказано послание к эфесянам. Иисус сказал, носем камни. Он говорит об откровении. Носем камни откровения. Я создам церковь мою. Если вы заметили, это броня. Здесь говорится об откровении о спасении, откровении о праведности, откровении о том, что слово Божье это оружие, откровение о том, что вера это щит и прочее. Да, оно защищает сердцевину всего вашего естества. Но посмотрите на главную составляющую этого оружия. Да. Да, все начинается здесь. И праведность это броня. Это очень важно. Несомненно. И очень часто учение об этом игнорируется, потому что его рассматривают только в связи с поведением, с тем, как человек себя ведет. Ведет ли он себя правильно? И вы знаете, что они совершили. Поступает ли он правильно? И религия все запутала. Да. Люди используют слово «праведный только в церкви». Это правда. А за пределами церкви это словно ничего не значит. Не значит. Люди постоянно используют его, но они не добавляют к этому слово окончания «ность», то есть «праведность». Ты или прав, или не прав, а Бог и Его пути правы во всем. Он прав с первого раза. Во всем. Никогда не бывает неправ. В каждом вопросе. в нем нет никакой неправды или неправоты. Он никогда не бывает неправ. Да. Поэтому если что-то обладает нулевой неправильностью, например, в моторе вашего автомобиля нет ничего неправильного, и вы его хорошо обслуживаете, он должен работать неограниченное количество времени, потому что в нем нет ничего, что может его поломать. Но когда в него попадает грязь, происходят какие-то поломки, это будет иметь негативные последствия. Он начнет работать медленнее. его работа изменится. означает Божий образ поведения и нулевую неправоту. Слава Богу. Слава Богу. Вот что он вложил в каждого верующего в тот момент, когда он принимает Иисуса Господом в своей жизни. А религия пытается убедить нас, что мы в начале пути к тому, чтобы в конце стать праведными. если мы будем предлагать достаточно усилий. И наконец-то станем достаточно хорошими в его глазах, чтобы он дал ответ на несколько молитв. И возможно помог пройти несколько ужасных испытательных периодов, чтобы вы ходили в округе около горы. На земле еще не звучало большей лжи. Однако праведность приходит по вере. И это нулевая неправота. Мне нравится это выражение. Нулевая неправота была вложена внутрь каждого верующего. И это происходит по вере. это основано на завершенной работе, которую совершил Иисус. Он совершил все это ради нас, заплатил цену, чтобы грех на самом деле был уничтожен в нашей жизни. С ним покончено. С ним покончено. И когда жертва Иисуса, Его кровь, была размещена на крышке ковчега в Небесном Святое Святых, это принесло каждому человеку, который поверит, способность верой принять этот вид жизни в нулевой неправоте в нашем внутреннем человеке. Но смотрите, это не значит, что я сразу же все делаю правильно. Но у меня есть такое положение в Боге, где этот внутренний двигатель может переместить эту правоту в разные сферы моей жизни. И тогда это дает правоте возможность давать результат. Потому что вы внимательны и послушны Богу. И тогда Он будет защищать вас и продолжит относиться к вам так, как будто бы вы никогда не грешили. Авраам научился этому. Да. Послушайте. Научился этому, и это вменилось ему в праведность. Да. Но послушайте, после пролития крови Иисуса, слава Богу, да, как люди, мы все портим, запутываемся, и все такое, но не оставайтесь запутанными, покайтесь, покайтесь сразу же. Скажите, Господь, помоги мне в этом. Я принял свое прощение. Обратите внимание, есть разница между словами «О, Господь, прости меня, и о, Господь, я принимаю мое прощение за это». Потому что мое прощение на своем месте. Божья благодать в этом новом завете поставила его на свое место. «Отец, я исповедую этот грех». Что я делаю? Я не информирую его о чем-то. Бог уже знает это. Но я информирую дьявола. Я признаю это. Я признаю это как непослушание, я признаю это как грех, и я называю это тем, чем это является, во имя Господа Иисуса Христа из Назарета. «Отец, Господь, да, я совершил это». Помогает ли это Богу? Нет, это помогает мне. Мне. Это помогает мне. Это как почистить двигатель с нулевой неправотой от мусора и грязи. Совершенно верно. Совершенно верно. Знаешь, как-то много лет тому назад я изучал в послании к римлянам те же вопросы. Я хотел исследовать в послании к римлянам тему греха. Я не искал прямых указаний. Я уже был утвержден. Ты был утвержден. Я тоже. Учение я узнал очень интересные вещи. Я узнал, что апостол Павел 47 раз использует это слово «грех» как имя существительное. И только семь раз он использует слово «грех» как глагол. И вот что это означает для меня, несмотря на моё ограниченное понимание грамматики. Грех как имя существительное означает положение. И в большинстве случаев, когда Павел говорит о том, что совершил Иисус, чтобы уничтожить грех, он имел в виду, что Иисус вывел человека из клетки греховного положения. Да. Вы знаете, каждый человек находит себя в этой клетке. Каждый. Мы все согрешили. Мы все лишены славы Божьей. Люди пребывают в этой клетке греха, из которой не могут выйти. но в ней есть дверь. И это дверь Иисус. У них не получается выйти из этой клетки. Они не могут совершить достаточно правильных поступков, чтобы выйти из нее. Но они просто могут пройти в дверь, которой есть Иисус, и выйти из этого греховного положения. И в эту минуту, когда они выходят из этой клетки или из этого греховного положения, именно об этом говорит Павел. Они во Христе. Они оказываются в положении нулевой неправоты. Христос в них, а они во Христе. Но вот что еще я увидел в этом. В тех семи случаях, когда это слово употребляется как глагол, это означает действие, поведение. Есть разные поступки. И вот что знает каждый христианин. У каждого человека, так или иначе, остаются поступки, которые не присущи Иисусу. Некоторые из них более очевидны, но у каждого человека есть несколько поведенческих моделей, не похожих на поведение Иисуса. У некоторых их много, но присутствие какого-то греховного поведения, его нельзя терпеть, его нельзя игнорировать, но это еще не бросает меня обратно в клетку. Это не возвращает меня обратно в то положение, где я был автоматически отделен от Бога. Я во Христе в ту же минуту, когда я отворачиваюсь от этого поведения. Таким образом, я снова избавляюсь от мусора, и двигатель продолжает работать чистым, как и был предназначен. Иисус. Что здесь важно, что здесь важно, Деннис, это понимание, что осуждение никогда ничего не изменило. Вы можете 40 лет бить себя по голове из-за какого-то поступка, и ничего не изменится. Но всего лишь одно действие веры, и вы можете избавиться. И осуждению конец. Аминь. Но сатана вместе с осуждением приносит стыд. Если посмотреть на модель, он не может изменить эту модель. Вспомните, что произошло с Адамом. Он почувствовал стыд и убежал от Бога. Именно здесь христиане попадают в беду. Религиозное мышление. Знаете? Да. Мышление осуждения. В отличие от мышления веры. Мышлению осуждения присуще такое представление. Я-то думал, что я освободился от сигарет. Но сегодня утром я проснулся и выкурил две сигареты, не успев даже подумать об этом. И дьявол сразу же приходит и подтверждает. Знаешь, ты можешь докурить свою пачку, потому что ты и так уже все испортил. Теперь для тебя ничего не работает. Да, понимаете? И в конце концов, Бог теперь знает, что ты ничего не стоишь. Ты двух дней не мог простоять на Слове Божьем. Да, ты просто лицемер. Брат, задумайся об этом. Ты выкурил одну сигарету, и теперь ты думаешь, как выкурить целую пачку. Да ну же, остановитесь. на самом деле нет. Нет. Не убегайте от Бога, даже когда вы согрешили. Бегите к Нему. Да, но я все равно не чувствую, что Бог меня любит. Ваши чувства не могут изменить Бога. Бог есть любовь. Да. Аминь. Да. Когда вы не чувствуете, что Бог рядом, когда вы не чувствуете, что Бог любит вас, именно тогда вам нужно бежать к Нему, а не Если Его любовь, безусловно, то когда мы приходим к Нему, мы уже отвечаем всем условиям, даже если мы не чувствуем, что мы отвечаем, потому что это безусловно. Вот именно, просто поставьте себя в правильное положение. Бессомненно. Я могу входить в Божье присутствие. Я не курил. Не курил вообще. Но если бы и курил, я бы пришел в присутствие Божье, зная, что Он в ста процентах за меня. Он любит меня. И все, чего Он хочет, это помочь мне избавиться от этого осуждения, от этого стыда и мусора в двигателе. Совершенно верно. Это все, чего Он хочет. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И мне кажется, что осуждение является одним из основных и коренных проблем, которые не дает верующим почувствовать силу и уверенность, чтобы жить в Боге. Да. Знаешь, некоторые люди используют слово стыд. Даже не задумываясь. Как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Послушайте, это выражение принадлежит к той же категории фраз, когда вы посылаете кого-то в ад. Послушайте, у нас нет никакого права говорить это людям. У нас нет никакого права говорить, как же тебе не стыдно? И даже больше. Он понес наш стыд. Иисус. Иисус понес наш позор. Он был осужден, чтобы мы могли стать Божьей правильностью. Мы не должны больше нести его. Позвольте прочитать вам это предложение из книги Исаия. Вот что точно сказал Исаия. Смотрите, это 43 глава книги Исаия. И ты часто проповедуешь об этом. О, да, послушайте. Я какое-то время жил этим стихом. Вот что он говорит в 25 стихе. Он сказал, «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Не помяну. Я не помяну. Хотите узнать волю Божью? Вот оно. Вот оно. И грехов твоих не помяну. То есть, он не напоминает о ней. Ну, брат Деннис, возможно, Бог пытается научить меня чему-то. Нет, Бог сказал, «Не помяну». Вот его воля. «В ту минуту, когда я обращаюсь к Нему, грех в моей жизни был истреблён. От меня больше не требуется нести это бремя, эту тяжесть, наказание, страдания, болезни, которые могут прийти из-за греха. Весь этот мусор может вызывать много проблем. Но в ту минуту, когда я освобождён от греха во Христе, у сатаны нет никакого права приходить с болезнью в моё тело, приносить недостаток в мою жизнь. У Него нет на меня никакого права. Да. Потому что я больше не принадлежу Его Царству. Ты хочешь сказать мне, что все эти грехи молодости, которые ты совершил до своего спасения, не смогут вернуться и преследовать меня в зрелых годах? Ты хочешь сказать мне это? Именно это я говорю. О, я слышал это. Да, я тоже. Да. Ну, знаете, да, он хороший проповедник и хороший пастор и всё такое, но, знаете, у него серьёзные заболевания. Знаете, ведь до спасения он просто был мошенником. Наверное, ваши грехи всегда найдут вас. Да, вот именно. Он был. Понимаете? Они найдут вас. Да. Это ложь из самого ада. Да. Это ложь из ада. Ложь из ада. Задумайтесь об этом. Даже после рождения свыше люди продолжают бороться со своими трудностями. Некоторые продолжают злиться, ненавидеть, злословить. Или у них продолжаются другие проблемы в жизни. Хотя они любят Господа. Но у них происходит этот конфликт. О, да. Они ходят в церковь, они любят Иисуса, они заливаются слезами во время поклонения. И потом они садятся в машины и всю дорогу домой ссорятся или борются с другой ситуацией. И сатана приходит и осуждает этого человека. Он говорит ему, «Они живут в этой лжи. Всё это не настоящее. И Бог не может благословить тебя и работать в твоей жизни из-за этого». Вот что является ложью. Ложь — это то, что Бог не может работать в моей жизни. Нет, Он может. Но я не могу продолжать жить с этим мусором и думать, что Божье благословение будет свободно работать в моей жизни. Но внутри меня есть сила. Внутри меня есть помазание. И в ту минуту, когда я становлюсь перед Господом, Господь, это не я. То, что я только что сказал и совершил, это не я. Это не то, кем я есть. Я праведность Божья во Христе Иисусе. Я рождён от Духа Божьего. Я свободен от осуждения греха и его силы. И в это мгновение та сила, то же помазание, которое могут действовать в самом большом муже или женщине Божьих, которые только жили на земле, то же помазание оживёт внутри этого человека. Оно оживёт. Нам нужно рассмотреть здесь то, что. Давайте откроем вторую главу книги Иисуса Навина. И... Обратите внимание, когда Иисус Навин послал двух соглядатаев через реку. Давайте прочитаем первый стих. «И послал Иисус и Навин из Ситима двух соглядатаев». И так далее. И они пошли и пришли в дом блудницы, который имя Раав, и остались ночевать там. здесь открыто сказано, что Раав была блудницей. Она не просто жила в одной комнате и под одной крышей с плохой компанией. Нет, нет. Это был её дом, и она была блудницей. Да. Читаем дальше. Посмотрите на одиннадцатый стих. Вторую половину этого стиха. «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Вы знаете эту историю, что Бог избавил её и всю её семью из этой ситуации. Да. И если прочитать двадцать четвёртый стих шестой главы, Раав же блудницу и дом отца её Иисус оставил в живых. И она живёт среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. А теперь обратимся к одиннадцатой главе послания к евреям, где мы можем видеть эту славную галерею веры. Да, сэр. И в этой главе упоминаются все выдающиеся личности из Ветхого Завета. Обратите внимание, что сказано здесь в тридцать первом стихе. «Верою Раав блудница с миром, принявшися глядатаев и проводившей их другим путём, не погибла с неверными верою». А теперь откроем первую главу Евангелия 20. Я знаю, к чему ты ведёшь. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Иисуса Христа, сына Давидова. Хорошо. Идём к пятому стиху. «Салмон родил Вооза от Рахавы». Да. Вы заметили, что здесь ничего не напоминает о том, что она блудница? Уже нет, нет, нет. Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иесея, Иесей родил Давида. Раав стала бабушкой Давида, так сказать, прабабушкой Иисуса. Да. В чём суть? Бог может справиться с тем, что она была блудницей. Но люди из церкви не могут, религиозные люди не могут. Бог решит это. Бог справится с этим. Хочу удостовериться, что вы понимаете, что речь идёт о Раав, блуднице, у которой была вера в Бога. И у Бога был план для этой женщины. Бог переселил её в Израиль. Он сделал её матерью Израиля. Она бабушка Давида и прародительница Иисуса. Слава Богу. Вот что я вам скажу. Посмотрите, что Бог совершил. Её имя упоминается в 11 главе послания к евреям. Слава Богу. Слава Богу. И у Бога есть план для вас. Да, вот это послание. У него есть план для вас. И нет ни одного человека за пределами этого плана, которого нельзя использовать по максимуму. Когда вы попадёте на небеса, не говорите там, «Я хочу видеть блудницу Раав». Нет, не говорите так. Она больше не блудница. Нет. Всё это уже осталось в прошлом, ещё там, в Ерихоне. Всё это прошлое погребено под стенами Ерихона. Да. Аминь. Слава Богу. Да, слава Иисусу. Вот как Бог предназначил жить каждому из нас. Не правда ли? Вне рамок прошлого, кем бы мы ни были, мы правильные и Божьи. Да. В первой главе послания Колоссянам сказано, «Он избавил нас от власти тьмы и ввёл в Царствие Божье, поднял нас на небеса и посадил нас вместе с Ним на небесах». И сделал пригодными каждого из нас. Наше время подошло к концу. Эти пятиминутные передачи просто... Что произошло с этим временем? Хрущева. Я Коноткопом. Давайте помолимся. Спасибо тебе, Отец. Отец, спасибо тебе. Мы поклоняемся тебе, Господь. И мы открываем наши сердца и разум, чтобы принять откровение с небес. Иисус, когда ты был на земле, ты сказал, «Нет, ничего сокрытого, что не стало бы явным». И мы просим тебя об откровении. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Аминь. Давайте снова вместе поприветствуем сегодня брата Денниса Берн. Да, сэр. Слава Богу, Деннис. Спасибо. У меня есть для тебя новость. Слушаю. Если ты на 25 лет поставишь в гараж «Вольксваген» 1952 года, ты не можешь потом прийти, открыть его и увидеть там «Мерседес». там будет стоять этот старый «Вольксваген». Это точно. Потому что он был создан «Вольксваген». Вы не можете сокрыть себя в религиозном окружении и превратиться в праведность Божью. таким образом вы этого не достигнете. Таким образом вы этого не достигнете. И в этом есть откровение. Да. Аминь. Да. Да. Именно об этом мы говорим на этой неделе. Не правда ли? Божья праведность. И что означает быть в правильном положении перед Богом? Насколько это сильно? И это дар. Давайте сразу же обратимся к посланию к римлянам. И прочитаем здесь то, что апостол Павел сказал именно на эту тему. Послание к римлянам, пятая глава. Мы исследуем праведность Божью и то, что она означает. Тот факт, что правильное положение приходит по вере. Послушайте, что сказал здесь апостол. Это очень сильно. Знаешь что? Правильное положение приходит по вере. Но оно идет дальше и снова и снова и снова повторяется. Те, кто находятся в правильном положении, живут верой. Та вера, которая сделала вас праведными, сделает вас целостными, оплатит ваши счета, понимаете? Включи свет. Я имею в виду всю жизнь. Праведный той же верой и жив будет. И Бог будет относиться к вам так, как будто вы никогда не грешили. Как будто мы никогда не грешили. Я уже восхищен. Он не хочет относиться к нам как к заядлым грешникам. Нет, нет, нет. Мы больше не заядлые грешники. Нет, нет, нет. Мы были освобождены от греха. И знаете, именно такие слова очень часто используют люди. Я всего лишь старый грешник. Я всегда буду грешником, и Бог знает, что я именно такой. В таких словах столько поражения. В таких словах нет никакой победы над грехом. И это не то, что сказал Иисус. «Если кровь Иисуса оставила силу греха в моей жизни, тогда это не была жертва. Это было убийство». Да, ты прав. Получается, Бог убил Иисуса. Нет, нет, нет. Послушайте, Иисус отдал себя как жертву. Да, Он отдал. И это сработало. Чтобы мы могли стать праведностью Божьей. Да. Во Христе. Нам нужно было принять это. И нам нужно принять это. И Павел говорил об этом. Все послание к римлянам говорит об этом. Все послание. Это откровение о праведности. Это полностью изложено. Это самый главный тезис, который Бог дал нам, чтобы понять праведность. Да. Хорошо сказано. Уместное слово. И на протяжении всего этого послания вам нужно как бы обращаться к разным пунктам и получать разные части этого откровения. Но в пятой главе послания к римлянам, давайте окунемся в нее. Пятнадцатый стих. Он сказал, «Но дар благодати не как преступление». И он говорит о преступлении Адама. Да. «Ебо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека и Иисуса Христа преизбыточествуют для многих». О, да. И насколько грех имел влияние на человечество, а он оказал воздействие на все человечество, на все времена. И этот дар праведности предназначен для того, чтобы оказать влияние на все человечество и сделать это в больших масштабах, чем грех. Его благодать сказала, «Вы хотели бы вернуть все обратно? Вы хотели бы вернуть все обратно так, как будто ничего плохого не происходило?» Да, да. О, пожалуйста, да. Хорошо. Дар благодати. Дар благодати. И вот, что он говорит дальше. Смотрите 16 стих. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд, который пришел в результате одного преступления, к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Теперь посмотрите 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие…» Посмотрите на это. «Обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». «О, да». Такова была цель Божья с самого начала. В этом случае праведность пришла не после того, как вы приняли спасение. Праведность пришла в ту минуту, когда Иисус воскрес из мертвого. Да. Она сопровождала меня на каждом препятствии. Она сопровождала меня на всех подъемах и спусках. И вы не могли убежать слишком далеко, чтобы отдалиться от нее. И вы не можете стать достаточно плохими, чтобы преследоваться. Праведность пришла на всех людей. Однажды я хватился за нее. И когда ты ухватился за нее, она стала лично по ней. Когда я ухватился за Иисуса, я получил его праведность. Все завершено. Слава Богу, он дар благодати. Интересно, почему здесь сказано, что он умер за нечестивых? Потому что именно это он и намерен был сделать. Он высвободил эту праведность на каждого человека. Пришел на землю. И у каждого человека есть выбор. У каждого человека есть выбор. Когда Адам согрешил, смерть пришла на всех людей. Но вот в чем разница между дьяволом и Богом. Когда Адам согрешил, дьявол получил власть и он выдвинул требование, чтобы каждый человек умер. И в этом не было никакого выбора. Бог выдвинул требование, чтобы у каждого человека был выбор. Да. Правда, это похоже на него? Эта сила выбора делает нас похожими на Бога. У нас есть право делать выбор. Сатана не дает никому выбора. Как ты уже сказал, он навязывает и требует что-то от человека. И каждому, кто покорится ему, он продолжает выдвигать требования. Он был первым ангелом, который сделал выбор, и он не может вернуться обратно. Он не может. Он не может отойти от этого выбора. Помнишь, когда Бог сказал, что он послал этого ангела Израилю? Он сказал, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего. Видите ли, он не человек. Он не знает, что такое прощение. Верно. И когда Бог намерился создать человека, ангел спросил, что есть человек, что ты помнишь его. Что это такое? Да. Да. Мы никогда не слышали о чем-либо подобном. Да. Прощение? Ты шутишь? Что это такое? Да. Это никогда не было частью системы в отношении ангелов. Да, не было. Когда Иисус сказал о сатане, ты лжец и отец всякой лжи, он напомнил ему этим, ты обречен навеки. Мы будем смотреть, как ты отплывешь в вечность на вечной муки и вечно будешь пребывать в озере огненном. И ты не сможешь ничего вернуть обратно. Беззаконие было найдено в тебе и на этом конец. Конец. Слава Богу. И вот мы о да, мы столько раз ошибались. И все же, когда мы говорим «Боже, я каюсь». Да, аминь. Приди домой. Вернись обратно. Вернись домой. Ты принят, да. И сатана не может ничего с этим поделать. Ничего не поделать. Он не может остановить это. Если бы он смог... Дьявол лжец. Если бы он смог остановить нас сегодня как верующих, он бы остановил нас еще до того, как мы стали верующими. Если бы он смог совершить все то, в чем он пытается убедить нас, что он может сделать, он бы совершил это еще до того, как мы получили Божью силу внутрь нас. Но у него нет этой способности. Глория, как ты сказала, знаешь, если бы все было так плохо, как говорит об этом дьявол, ему бы не пришлось лгать об этом. В этом все дело, не так ли? Да. Мы праведность Божия, у нас есть что сказать об этом, слава Богу. Это чудесно. Чудесно. И он говорит нам здесь, в послании к римлянам, Кеннет, он сказал, что существует две вещи. Есть принятие обилия благодати и принятие этого дара праведности. Это основные элементы для того, чтобы царствовать в жизни или править нашей собственной жизнью через Иисуса Христа. Иисуса Христа. это важно. Ведь важно, не правда ли? Мы должны открыть для себя, что мы не пытаемся угнаться за Иисусом, надеясь, что мы движемся в правильном направлении. Мы на самом деле идем вместе с Ним, и Он в нас. И в Его силе и власти нам дано право царствовать в нашей жизни, а не только падать и сдаваться под разными обстоятельствами, которые у нас возникают. нам был дан дар благодати и ее необходимое обилие для того, чтобы мы могли править и царствовать в жизни. Так как никогда. Как будто всего этого мусора никогда и не было. Верно? О, да. Теперь давайте посмотрим на следующее утверждение, которое Он сделал в 18 стихе. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдою или праведностью одного всем человеком оправдание к жизни». Слава Богу! Да. Во Христе Бог совершил то, что сатана никогда не сможет отменить, и на что сатана потратил всю предыдущую историю человечества, пытаясь вызвать в человеке такую дистанцию, страх и жизнь в поражении, такую религиозную картину о Боге, чтобы вы никогда не могли достичь то, что предлагает Бог. Однако, что делает Бог? Он берет это искаженное мышление, расправляется с Ним и во Христе предлагает, как достигнуть дара благодати и принять от Него. Знаешь, Кеннет, очень часто я нахожу следующее. Я нахожу людей, заключенных в своего рода беличье колесо, из которого они не могут выйти. Они пытаются совершить достаточно добрый дел, чтобы угодить Богу. Они считают, что им нужно оплатить Богу за то, что Он сделал для них. И я понимаю, откуда это приходит. Это исходит из чувства благодарности. Мы так благодарны за то, что Бог дал нам, что если бы было возможно как-то отплатить Ему, мы хотели бы это сделать. Поэтому благодарность — это правильно. Это правильно. Знаешь, Деннис, честь завета — это правдивая и праведная вещь. Да. Храбрые воины Давида, как только он упомянул, что ему захотелось выпить воды из колодца Вифельемского, эти парни, они стояли позади врага. И они пошли и принесли ему воду из этого колодца. Они рисковали своей жизнью. Он упомянул об этом, как о завете, связывающем его, и это между нами и Богом. Да. Но сатана попытается исказить это и довести до того, чтобы вы попытались заслужить Божье уважение. Да. Это не работает. Мы с Викой говорили на эту тему однажды утром. Это было уже довольно давно. Мы говорили о том, что мы рассматриваем сейчас, что мы вовлечены в Божью праведность и Божью благодать и в то, что Он совершил в нашей жизни. И мы радуемся в этом. И неожиданно Вики сказала кое-что. И это потрясло меня. Сначала я не совсем понял, к чему она ведёт. Она сказала, «Денис, Бог дал каждому из нас задание, и Он хочет, чтобы мы исполнили Его в нашей жизни». И это поручение, которое мы исполняем для Него, и мы исполняем и вместе с Ним. Я согласился. Да, я понимаю это. Она продолжила. Но слово «исполнить» — это ещё не слово «исполнено». «Исполнить одно, исполнено другое». Я это понимаю. Она продолжила. «Нет». Если мы принимаем то, что было исполнено, тогда в этом находится сила для того, чтобы мы могли исполнить своё поручение. Но если мы пытаемся исполнить своё задание, чтобы в конце концов получить то, что нам нужно принять всё, что уже было совершено, мы никогда этого не достигнем. Нет, нет. Вы не можете прочитать достаточное мест Писания, и до меня дошло. Конечно же, тогда это легко. Сила для того, что мы должны исполнить, состоит не в том, чтобы мы могли обязательно отплатить Богу и заслужить Его милость. Мы не заслуживаем её. Её нужно принять. Но когда мы принимаем то, что было совершено, мы принимаем этот дар благодати, мы принимаем это обилие благодати, и в нём находится вся сила, чтобы исполнить вся благодать, вся субстанция, вся мудрость находятся внутри. Когда подходишь к этому таким образом, это приносит насыщенность в вашу жизнь. именно так мы живём, насыщенно, а не борясь с Богом постоянно. Мы не находимся в постоянных разногласиях с Богом. Мы можем услышать Его голос более чётко, мы можем понять определённые вещи, и мы не понимаем всего, но мы можем понять кое-что из того, что Он хочет, и как Он хочет это сделать. Я верю, и это очень сильно, что у нас есть способность слышать Его голос, расспрашивать Господа. Я знаю, что это очень важно для тебя — расспрашивать Господа и узнавать, что мы действительно можем слышать. Мы можем слышать правильно, мы можем слышать верно, если мы выделим время, чтобы осознать, что мы пригодны для этого. Мы не в разногласии с Богом. Он не вспоминает наши грехи. Да. Не надо приходить к Господу, чтобы расспросить у Него, узнать от Него и целый час говорить о том, какой вы неудачник. Прежде всего, не имея значения, сколько вы будете говорить, вы никогда не сможете информировать Его о чем. Верно. Когда был убит Иоанн Креститель, и Иисус потом пошёл в пустыню, и потом произошло большое излияние и исцеление чудес, и Его ученики прервали Его. Представляете себе? Они прервали Иисуса и сказали Ему, что уже поздно, что там нет пищи, что они были в пустынном месте. Они сказали Ему, что люди голодны, им нужно вернуться в город, чтобы купить там пищу. Неужели вы думаете, что Он не знал обо всём этом? Верно. И Он ответил, вы накормите их. Верно. Они спросили, что? Господь, у нас тут несколько хлебов и рыбок. И вот что Он сказал, принесите их ко Мне. Они и так могли с этого начать, не предаваясь этой пустой болтовне о том, что уже поздно, потому что это лишь озвучивало их страх снова и снова и снова. А вот если бы они пришли к Отцу и сказали, Отец, у нас есть определенные заботы относительно этого, но мы не собираемся прерывать Иисуса в служении. Мы возлагаем эту заботу на Тебя. Иисус знает, что Он делает. Аминь. Они бы увидели, как Он оборачивается к ученикам и говорит, накормите этих людей. Да. И они бы ответили, да, Господь, но чем? Да. Он бы сказал, у вас есть эти хлеба и рыбы? Они бы ответили, да, принесите их мне. Вот как бы все просто было. Но они начали весь этот разговор, О, Господь, экономика потерпела крах, я потерял работу, в банке говорят обо мне плохо, а вот эти люди в церкви говорили ужасные вещи о моих детях. Когда же вы наконец перейдете к делу? Чем больше вы практикуете и повторяете неправедность в своей жизни, тем больше все это плохое становится. Да. Потому что все это происходит из чувства страха. Но когда приходит чувство праведности Божьей, вы просто приходите к Богу и расслабляетесь. Мы покоимся в Нем. Да, Господь. Верно. Мы покоимся в Нем, в том, что Он совершил. Именно этот пример Он показал нам в послании к евреям. Он сказал нам, что мы должны потрудиться, чтобы войти в это место уверенного покоя. Он ничего не говорил о том, чтобы трудиться, чтобы получить новую машину или дом побольше, или что-либо подобное. Он сказал, потрудитесь войти в этот покой и остановите своих делах, как Бог остановился своих. Бог остановил свои дела, высвобождая благословение, чтобы продолжать с Ним. Он остановил эти дела творения, когда закончил. Он закончил с тем, что Он совершил. Он почил на седьмой день, и это стало образом субботы. Все совершенно, все готово, чтобы принять и ходить в этом. И тогда Он благословил человека и передал его. Отдал распоряжение о благословении. И вышел на отдых. И отдал это в руки человека, чтобы он ходил в этом благословении. Отошел в сторонку и сказал, иди за этим, сынок. Позволь моему благословению продолжить работать в тебе и исполнить все мечты. И мы можем сделать то же самое. И теперь мы имеем это. Это было восстановлено во Христе. Да. Слава Богу. Слава Богу. Да. Спасибо тебе, Иисус. Боже мой, это дар благодати. Его невозможно купить. Невозможно продать. Невозможно заработать. Он уже дан. Это все равно, как получить уведомление по почте. Вы получили подарок. Да. На ваше имя. Он ждет вас на почте. И что вы сделаете? Пойдете и распишетесь в получении. Он уже мой. И заберете домой. О, да. Да. Это мое. На нем написано мое имя. Слава Богу, это мое. Я понимаю это. Идите и возьмите это. Да. Аминь. Верно. Мы вернемся через минуту. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. И не важно, как долго вы являетесь верующим или как давно вы претворяете в жизнь принципы веры, вы можете легко впасть в неверие относительно обетования Божьего. В Евреям 4.11 сказано, Итак, постараемся войти в покой Оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность или как сказано в оригинале в неверие. Мы должны стараться не бороться, чтобы заставить Бога что-то сделать, а проводить время в Слове Божьем, день за днем, опираясь на Божье обетование верой. КОНЕЦ Важная новость сегодня Иисус жив Он посредник между Богом и человеком И благодарение Богу за людей, которые стараются изо всех сил Я имею в виду в правительстве и в бизнесе Но у меня для вас есть новость Как я уже сказал, есть один посредник между Богом и людьми Человек Иисус Христос И Он за вас, а не против вас И мне все равно, как сильно кто-то может запутаться в чем-то Иисус готов, Он желает И Он способен вмешаться в ситуацию и вернуть все обратно И даже в лучшее состояние, чем прежде Я верю всем своим сердцем, что именно это происходит сегодня В Соединенных Штатах Америки И это происходит во всех нациях мира, где люди молятся и верят Богу Бог сделает это для любой страны Для любого Любого бизнеса В любое время, в любом месте Да, аминь Он исцелит землю Он исцелит бизнес Он исцелит семью Он исцелит ваше тело Аминь Это день исцеления Мне это нравится О да Мы в самом начале И всплеске Самого большого собрания людей В Царство Божье В истории этой планеты Слава Богу Мы в начале Мы в начале И вы тоже Слава Господу Деннис Давай вернемся к этому сегодня Знаешь, брат Копланд Я считаю, что это очень сильное время для нового начала И для того, чтобы посмотреть на себя по-новому Мне кажется, именно этим твоя передача занимается все эти годы Она продолжала вкладывать истину о том Что означает жить в победе в Иисусе И проразглашать Иисус Господь Я даже помню, когда впервые услышал тебя еще в 70-х годах Ты определил задание, которое Бог дал тебе Проповедовать Евангелие Провозглашать Иисуса Господом во всех концах земного шара О да По всему лицу земли И я никогда это не забуду Но и сейчас Через столько лет Это послание настолько же сильно Как оно было тогда И в начале этого года Мы как будто бы вошли в новую зону И на новый уровень этого откровения И понимания того К чему Бог призвал нас И насколько Он силен в нас И что это Его работа Это Его помазание в нас И происходят большие вещи, чем мы когда-либо представляли себе в нашей жизни Мы принимаем их для нашей страны И для любой страны, в которой вы живете И мы принимаем это для вас лично И я принимаю это для себя лично Это самое лучшее время В нашей жизни Оно прямо сейчас И мы живем в нем Мы уже в нем Мы в нем Духом Божьим Хочу сказать Я помню один день, это сошло на меня Это произошло прямо посреди служения И я уверен, что подобное происходило с тобой Ты проповедуешь И неожиданно Что-то вырывается из твоего духа И ты просто говоришь это Мой Бог проводит пробуждение И я прямо посреди Него Да Слава Богу Аминь Потому что я всегда хотел быть посреди того, что делает Бог Да Я не хотел быть где-то с краю Мне не хотелось сидеть на скамье запасных Я хочу принимать участие в игре Кренер, пошли меня Да Да Я сказал, я в игре, я в пробуждении О, да И мы все в игре Не правда ли? Именно так это видит Бог Бог видит каждого из нас в этом И это касается не только служителей, проповедников или священников Каждый из нас был призван Каждому из нас дано поручение ходить в победах Иисуса Мы все имеем Его Именно поэтому мы открываем эти вещи Именно поэтому это ежедневное изучение Божьего Слова Очень ценно и сильно Потому что это побуждает каждого из нас оставаться в Слове Погружаться с головой в эту книгу А не разбрасываться в разных направлениях Вот так ведет себя ученик Да Да Есть люди, которые родились свыше И когда они оставят эту землю Они будут с Господом Но Его Слово не имело почти никакого ежедневного влияния На то, что они делают, думают, совершают в бизнесе и прочее Хотя они Отдают определенную часть Богу и так далее И некоторые из них не знают, что есть нечто большее, но это существует Но это существует Мне кажется, именно это задало мне цель с самого начала Как ты знаешь, мы познакомились с твоим служением Мне было 17 лет Очень давно Когда в 1971 году Я впервые услышал твою проповедь И с самого начала я обратил внимание на то Что у нас есть способность по-настоящему Ходить с Богом Слышать Его голос Узнавать план Знать, что Он делает в нашей жизни И это совсем не тайна, которую мы пытаемся открыть Надеясь, что все закончится хорошо Добавляя Бога к тому, что я делаю Совсем нет Дело в том, чтобы узнать, что делает Бог И присоединиться к этому У Него есть план У Него есть план И мы прямо посреди этого плана Когда у человека Сознание праведности Вместо греховного сознания Или сознания неудачника Сознание праведности — это сознание Иисуса, конечно И он ожидал слышать Он говорит Я слышу только то, что я слышу, говорит мой отец Я делаю только то, что я вижу, как делает мой отец Он ожидал услышать это И он полностью намеревался говорить это И он ожидал, что отец будет исполнять Что-то, когда он это произнесет Он подошел к могиле Лазаря И сказал, отвалите этот камень Послушайте, это сознание праведности И младшая сестра Лазаря Стояла рядом с ним и сказала Господи, уже смердит Другими словами Мы ждали слишком долго Ты мог бы прийти до того, как он начал разлагаться Но, видите, это сознание неудачи Да, но Да, но Знаешь, да, но Однажды я пошел к одной женщине Которой я служил какое-то время Я был в поездке, служил Потом вернулся в город И узнал, что она отошла к Господу И вот я На похоронах Я вошел туда И ее муж подошел ко мне И я мог видеть это на его лице Я видел, что он нервничал И боялся, что я просто прерву Эти похороны Это похоронное служение И знаете, он наклонился ко мне и прошептал Брат Кеннет Ее уже забальзамировали Он нервничал Я подумал И позже у меня было время подумать об этом Конечно же Я бы никогда, никогда не совершил ничего подобного Но, послушайте, он там нервничал И, знаете, я сказал, я просто Похлопал его по спине и сказал Я знаю, я осознаю это, Билл Все хорошо И потом Я задумался об этом Попробуйте воскресить тело, которое еще даже не остыло Видите, это совсем не связано Проблема была не в этом Когда Петр пошел по этой воде Да Он видел, как бушует ветер Но ветер не имел ничего общего с тем, что он делал Это совсем не относилось к делу Но его разум, рыбака И опыт рыбака, который большую часть своей жизни провел в лодке на воде Где от ветра зависел его успех или неудача Применил тот же набор правил и к хождению по воде Хотя это совсем не связано Вы и без ветра по воде не можете ходить И тот факт, что тело Лазаря начало разлагаться И было мертвым уже более четырех дней Не имело ничего общего с тем, что собирался сделать Иисус Но греховное сознание Если переносить это мышление в эту ситуацию Ну да, брат Коплан, знаете, мне нужно обратиться к доктору И узнать диагноз, чтобы знать, как молиться Этот диагноз не имеет ничего общего с молитвой Ничего Вы узнаете не у доктора, а вы узнаете у Господа И в Библии написано, что Слово Божье Это лекарство для тела Для всего твоего тела Да Для тех, кто нашел эти слова Слова Божьи Или для тех, кто овладевает этими словами Верит им и принимает их Эти слова — лекарство для всего тела Да Понимаете? Да Вот почему мы не должны сводить свой фокус со Слова Божьего И все эти штуки, которые Сатана пытается использовать против нас Ветер и разные другие вещи, которые возникают Нацелены на наш фокус Или частично на наш фокус Сатана хочет найти что-то, чтобы повернуть нашу голову В другом направлении На что-то другое И тогда он получит наше внимание Да Верно? Он старается изо всех сил Изо всех сил Однажды один человек сказал мне И это врезалась в мою память Именно эта идея Это был мой друг Много лет тому назад он рассказывал мне О своих тренировках в боевых искусствах У него был высокий уровень Черный пояс И он говорил о том Что он выступает на соревнованиях На разных показательных выступлениях Где он разбивал кирпичи Делал другие вещи И вот что он мне сказал Мне нужно знать три вещи Когда я сегодня буду стоять перед кирпичной стеной Которую я собираюсь разбить Мне нужно четко понимать только три вещи Во-первых, мне нужно знать технику И, конечно же, он был хорошо обучен технике Он сказал Если вы не владеете техникой Что-то может поломаться Но, скорее всего, это не будут кирпичи Далее он продолжил Второе, что мне нужно знать Это то, что я смогу это сделать сегодня Возможно, я делал это раньше Но мне нужно знать Что я готов это сделать сегодня И дальше он сказал вот что И это было для меня очень Очень значимым Это говорил христианин Мы говорили о библейских вещах И этот пример поразил меня Он сказал Когда я определился с этим Я измеряю, где нанести удар по кирпичам И тогда я фокусируюсь на точке на полу Под этими кирпичами И вы убедитесь Что сила, находящаяся в вас Приведёт вас именно к нужной точке Если я сосредотачиваюсь на той точке Куда я собираюсь нанести удар На этом моя сила заканчивается Ничто не поломается Ничто не изменится Но когда я сосредотачиваюсь на точке на полу Тогда происходит в освобождении силы И я сказал Разве это не принцип действия Божьего Царства? Это именно принцип действия Божьего Царства Когда сатана пытается сосредоточить Наше внимание на проблемах На прошлом На обстоятельствах На недостатке Болезнях Неудачах И когда мы сосредотачиваемся на этом У нас нет силы, чтобы побороть это Нет силы У нас нет силы У нас нет способности Но Слово Божье Чем больше вы сосредотачиваетесь на этом Тем больше становится проблема Да Она кажется непреодолимой Но чем больше вы верой сосредотачиваетесь на Слове Божьем Тем больше становится Слово Божье И тогда вера приходит от слышания От Слова Божьего И проблема начинает уменьшаться в ваших глазах Похоже на то, как Давид смотрел на этого Голиафа И потом Раз Да Сегодня я отрублю тебе голову Вот что он сказал А у Давида в руках был только этот камень Но Давид все равно это сказал И почему он это сказал? Потому что Бог вложил это в его уста И Давид это сказал Хорошо, Иисус изложил этот принцип Деннис, это так просто, что нужна помощь Чтобы понять это неправильно Процесс Божьего Царства В 100% случаев Срабатывает В молитве Да будет воля Твоя на земле Как И На небе На небесах есть какая-то болезнь? На небесах нет никакой болезни? Нет Итак Как я собираюсь взять это с небес и принести сюда? И вот что сказал Иисус Я говорю только то, что я слышу, говорит мой отец Далее он сказал Слова, которые я говорю вам Говорю не от себя То есть Он спрашивает у отца Он смотрит на написанное И Его уши открыты к тому Что отец приказывает И что он делает? Он говорит только то Что он читает и слышит И это отец небесный Ни я, ни вы Я не отвечаю за то, чтобы исцелить кого-то Я отвечаю за то, чтобы спросить у Господа Сосредоточиться И открыть мои уши И я не добавляю кучу слов к этому И не отнимая ничего от этого Он расправился с этой смоковницей При помощи Девяти слов Потому что Он использовал только девять слов Не означает, что поскольку я намного слабее Мне нужно девять сотен слов Нет Сразу после этого он сказал Кто скажет Горесии Поднимись Девять слов Вы даже знаете эти слова То есть Если кто Любой Я говорю Это и отец Который пребывает во мне Он творит дела Иисус сказал Сеятель слово сеет Сатана сразу же приходит Украсть Да Он знает Если вы только произнесете это Отец Сотворит это И ему конец Но если сатана сможет заставить вас Говорить то, что говорят о вас люди Если он сможет обратить ваше внимание на себя И вы будете говорить то, что он говорит Тогда сатана сможет сделать свои дела Но он не может переступить эту черту, Денис Он не может переступить вот эту черту Да Он не может просто прийти и творить свои дела в вашей жизни Потому что ему этого хочется Если бы это было правдой Он бы уже убил на земле сегодня каждого Всему бы пришел конец Но дьявол не может этого сделать Плохие вещи происходят, потому что люди делают плохой выбор Да И вы тоже можете сделать плохой выбор И все начнет наслаиваться И это приведет в действие те вещи О которых вы даже не будете подозревать в духовной сфере Но теперь эти демонические начальства и власти будут действовать Пытаясь разрушить вашу жизнь И если вы будете продолжать двигаться в этом направлении Вы в конце концов откройте дверь для мироправителей тьмы этого века И они сразу же придут сюда И это приведет вас к тому, чего вы не хотите А вам это не нужно Вам просто не нужно туда Знаете, и мы должны хорошо осознавать это И быть очень сильными в эти дни Потому что мы живем в эпоху информации Со всех сторон нас бомбят информация о том, что происходит в мире Обо всех войнах, всех трагедиях, всех катастрофах Всех бедствиях, новых заболеваниях Я уже давно говорю об этом Если вы из тех людей, которые любят волноваться О чем Библия предупреждает нас И я имею в виду, она против этого Но если вы из тех людей Для вас это удачное время Потому что перед вами множество вещей О которых вы можете волноваться И много людей окружены постоянным потоком информации О том, что происходит вокруг Вот почему так важно в наше время удостовериться Что мы пребываем в Слове Божьем Или при помощи электронных гаджетов Или в настоящей книге Абсолютно И мы храним эти слова перед нашими глазами Как говорит нам книга притчи К речам моим преклони ухо твое Храни их пред своими глазами В своих ушах и в своих устах И живыми в своем сердце Затем вы переходите ко второму посланию к Оримфинам И там сказано, что оружие воинства нашего не плотские Но сильные Богом На разрушение церкви На разрушение Ими не спровергаем замыслы И все, что превозносится над Словом Божьим Мы не спровергаем Иначе говоря, каждое Да, но В вашей жизни Да, и я знаю, брат Копланд Но, понимаете, экономика И так далее Нет, 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 нет Мы не спровергаем замыслы И пленяем всякое помышление В послушании Христу Иисусу Дело не в вопросе, как Бог собирается это сделать А в том, что Бог пообещал, что Он это сделает И мы храним себя в вере относительно этого Я не вкладываю это в свои уста Передо мной тарелка с чудесными чистыми фруктами Это вкусно Они выглядят аппетитно, что хочется их съесть Но если среди них будет лежать старый, сгнивший, омерзительный помидор Я не собираюсь класть его в свой рот У меня достаточно здравого смысла Я выберу здоровый плод Верно И есть слова, которые вам не стоит вкладывать в свои уста И это не то, что мир считает богохульством Скажу вам Какие богохульные вещи Вы можете сказать своим детям Да Например, вы учите их И вы начинаете им говорить Ты рожденный свыше Дитя Божьего Но когда ваш ребенок приходит и говорит Папа, мне очень хочется вот это и это А ну, перестань, сын Мы не можем себе этого позволить Что вы только что сказали? Ты же знаешь, мы тут не печатаем деньги Да, именно так Посмотрите, чему вы учите своего ребенка Вы не учите его молиться Вы не учите его верить Богу Вы учите его поступать Как вы и говорите Мы не можем себе этого позволить Мы тут не печатаем деньги И экономика в плохом состоянии И так далее Что ж, наше время подошло к концу Но вот в чем суть Не отвлекайтесь Спрашивайте обо всем этом у Господа Пленяйте Да Каждую мысль В послушании Христу Это изменит вашу жизнь Когда во всем, что вы делаете Вы начинаете свой день с того, что говорите Господь, я в Твоем распоряжении Я перед Тобой Я спрашивал Господа об этом сегодня И это день победоносен во Христе Слава Богу А прежде чем прийти сюда в студию Мы с Деннисом обсудили это И это абсолютно точное описание того Где мы находимся сейчас Я имею в виду наше духовное состояние Видите ли Вы не решаете, где мы Я говорю о нас Я говорю о Царстве Божьем В ту минуту, когда мы родились выше Согласно написанному в первой главе посланию Колоссянам Второй главе посланию Кефисианам И третьей главе послания к филипийцам Мы были воскрешены и посажены вместе с Иисусом на небесах Мы были избавлены от власти тьмы И введены в Царство возлюбленного Божьего Сына И Иисус сказал Ищите этого Царства Царства Божьего И все эти вещи приложатся вам Это не основывается на каком-то земном правительстве Или отсутствием Аминь И прообраз этого мы видим В книге пророка Захарии Прочитая вам то, что сначала сказано в обычном переводе А потом ты прочитаешь в другом переводе Хорошо Итак, прежде всего Десятый стих Ибо прежде дней тех не было Это восьмая глава Ой, извините, восьмая глава Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека Ни возмездия за труд животных Не было никакой работы Не было нужды нанимать валов Или лошадей Или любых других животных Для них не было никакой работы Высокий уровень безработицы Из-за бедствия существовало полное уничтожение И поскольку он сказал Попускал я всякого человека враждовать против другого И далее А ныне для остатка этого народа я не такой Как в прежние дни, говорит Господь Саваоф Остаток Божьего народа Это Божий народ среди всего этого Да Послушайте, мы Люди Царства Божьего Мы посреди всего этого Ибо посев будет в мире Виноградная лоза даст плод свой И земля даст произведения свои И небеса будут давать росу свою И все это я отдам во владение оставшемуся народу сему И будет Как вы, дом Иудин и дом Израилев Были проклятием у народов Так я спасу вас И вы будете благословением Не бойтесь Да укрепятся руки ваши Аминь Мне все равно, как плохо говорили о вас И мне все равно, как плохо люди думали о нас всех Добреньких христианах и все такое Но уверяю вас Благословение Господне Вырывается Да Среди нас и в нас и вокруг нас И люди находят, что Царство Божье живо и сильно Прямо посреди всего этого Прямо посреди этого А здесь мы видим более близкий перевоз Иврита Чем то, что я только что вам прочитал Посмотрите на это Особенно в 13 стихе он говорит Среди других народов Иуда и Израиль Стали символами проклятой нации Но больше этого не будет Вот что однажды бросилось мне в глаза Больше этого не будет Больше этого не будет И мы, как верующие, больше не являемся Символами жизни под проклятием Который принес грех Мы живем под тем Что принесла праведность Теперь смотрите дальше Потому что это утверждение Изменило все для меня во многих отношениях Он сказал Но больше так не будет Теперь я спасу вас И сделаю вас и символом И источником благословения Итак, не бойтесь Будьте сильны И приступайте к восстановлению Слава Богу Это важное слово Символ Символ Послушайте дальше Уверяю вас Я много путешествую, как и все мы Когда я возвращаюсь в Соединенные Штаты И я уверен, каждый чувствует такое отношение К тому месту, где он живет Но когда я возвращаюсь в Соединенные Штаты Проходя через таможенный зал Первое, что я вижу в этом зале Это флаг И я знаю, что мы приземлились В правильном аэропорту Я знаю Что я вернулся в Соединенные Штаты И когда я вижу этот флаг Для меня этот флаг Символизирует все правильные вещи Знаете, я всю свою жизнь Под властью этого флага Поэтому он о многом говорит мне Это символ И что он символизирует? Он не указывает на себя Дело не в самом флаге Он символизирует для нас много вещей И вот что я извлекаю из того Что Бог сказал здесь Я делаю твою жизнь символом очень многих вещей Которые я планирую сделать И которые я утвердил Я превращу твою жизнь в символ того На что похожа жизнь благословения Жизнь праведная Когда ты знаешь Что праведность жива в тебе Я превращу твою жизнь в символ того Что значит быть насыщенным По правильным причинам И иметь жизнь Которой стоит жить Я избавил тебя Именно это слово он использовал Я избавил тебя И я превращу твою жизнь в символ И что здесь происходит? Когда люди видят символ верующей жизни Это говорит очень о многом Это говорит больше, чем наши слова Люди видят благословение Божье Они видят процветание в чьей-то жизни Они видят исцеление И эти вещи не указывают на нас Они не указывают на то, насколько мы хороши Насколько мы хорошо себя вели Они символизируют Каким благим есть это царство Насколько хороши эти отношения Именно тогда мы открываем Как мы ходим в этой праведности Ходим в мире, в радости Так как Бог предназначил своё царство Однако он говорит здесь, что происходит следующее Избавивши тебя, я делаю символом двух вещей Я хочу, чтобы ты символизировал моё благословение в твоей жизни Но также я хочу, чтобы ты превратился в источник благословения И именно тогда в жизни человека что-то изменяется Ты будешь благословением Теперь ты будешь благословением И в третьей главе послания Галатам Писание буквально утверждает Да, это было послание Что Бог благовествовал То есть проповедовал Евангелие Аврааму А если вы не знаете, что такое Евангелие Послушайте, то есть Если это проповедовал Бог Тогда наверняка это проповедовал Иисус Не так ли? Послушайте, везде, где Иисус ходил Он проповедовал Верно Господне благословение Благословение Господне И вы не только благословлены через Авраама Но когда вы начинаете жить верой Вы становитесь источником Божьего благословения для других людей Да В этом-то и всё дело Дело Мадама Было Расширять Эдемский сад Пока он не расширится на всю землю Не распространится На всей земле Да Та же самая цель была обещана Аврааму Бог сказал Я превращу твои пустыни В Эдемский сад Это тот же завет Точно таким же, как Эдемский сад Да И вот кто мы Да И совершить это через Авраамова семя То есть Христа Да И теперь поверим мы во Христе И мы стали этим семенем Авраамова Это наше призвание И так даже обетование, которое Бог провозгласил над Авраамом По существу принадлежит сейчас нам И мы должны исполнять его и ходить в том же благословении Видя, как та же сила и результаты приходят через нашу жизнь Знаешь, Денис, я сижу здесь и думаю о людях, которых мы с тобой знаем О мужах и жёнах сильной веры и отваги Их церкви стали символами Например, я думаю о церкви Кейта Баттлера Я думаю о церкви Крефла Доллера Конечно Я думаю обо всех разных мужах и жёнах веры Кейт Баттлер Кейт Моур Да Другие Послушайте меня, пасторы Ваша церковь тоже может быть такой И не обязательно ждать, пока в ней будут десятки тысяч людей Вы можете стать символом этого благословения Когда у вас только 40 или 50 человек И когда это происходит, церковь начинает возрастать Потому что люди будут собираться под флагом Они придут к этому символу Потому что в их сердцах есть это знание Эти люди учат, как жить Да И мне следует присоединиться к ним Один молодой человек стал партнером нашего служения Знаете, он родился и воспитывался В одной из стран бывшего Советского Союза Слава Богу Его семья приняла спасение благодаря нашей передаче Его отец сказал своей семье Мы не знаем, как жить в свободе Мы не знаем, что с этим делать Мы будем смотреть передачу Копланда Мы прочитаем все материалы этого служения Только послушайте И они знают, как жить в свободе И мы будем учиться этому через них Видите? Это стало для них символом И время пришло Верно Каждый человек создан, чтобы исполнить это задание Которое у него внутри Оно внутри нас Оно внутри Он сказал, я избрал тебя И я совершил это ради этой цели Билл Уинстон в одной из своих проповедей сказал Это просто засело во мне Он сказал Когда вы приняли Иисуса Как своего Господа и Спасителя И вы родились свыше Внутри вас Родилось Семя величия Семя величия Мне нравится это Величество, не правда ли? Мне это нравится Да Семя величия Семя благодати Видите ли? Мы родились не от тленного семени Но от нетленного Да Слово Божьего Которое живет и пребывает в век Каждое семя уже имеет в себе полноту своего будущего И послушайте Божье Слово Вначале было Слово Слово было Бога И Слово было Бог Оно является таким же проявлением Божьим на земле Как и тогда, когда Иисус ходил по берегам Галилейского моря И когда вы начинаете сознавать Что мы обладаем сейчас достаточным техническим пониманием Чтобы постигать это следующим образом Когда мой дух, ваш дух Когда вы родились выше Вы не были чуть-чуть похожи на Иисуса Вы точно такой же, как и Он Да Тоже духовное семя Которое выработало Ту же самую духовную ДНК в Иисусе Которая пришла от Слова Божьего Высвобожденная через Иисуса Проникла в Меня Понимаете? Это во Мне Да Аминь Верно Когда Он называет нас телом Христа Мы буквально являемся руками Голосом Носителями того Что Иисус начал совершать в Своем служении Тех вещей, которые Он начал открывать Исцеление, учение Мы становимся самими руками и голосом той же власти И той же силы И Бог планировал, чтобы мы возрастали в этом И Он вкладывает это в наш ум Я должен быть проявлением благословения Господнего Проявление, которое можно увидеть Вот чем я должен быть здесь Да Весь сегодняшний день Да И вместо того, чтобы чувствовать, что мы недостойны, не способны У нас еще недостаточно правильное мышление И нам нужно научиться, как это делать Это процесс преобразования в нашей голове Для многих людей отложить этот страх Это игра в голове Вот почему Он сразу же вмешивался и говорил Не бойся После того, как провозгласил Я избрал тебя И вот что Я совершаю с тобой, поэтому не бойся И мы отпускаем это осуждение И разные личные вещи, которые связывали нас С неправильным мышлением Своего рода приземленностью И мы смотрим на это с новой точки зрения В видении, которое апостол Павел имел в Иисусе Он уже исповедовал убийства В этом видении он сказал Господь, ведь Я совершал эти убийства А Иисус даже не ответил Верно Он даже не услышал этого, потому что Иисус уже разобрался с этим И что касается Иисуса То это были просто мертвые слова апостола Павла Иисус даже не признал, что это произошло на самом деле Он продолжал говорить ему то, что уже пообещал сделать Знаете, это потом настолько укрепилось и укоренилось в апостоле Павле Ведь он жил и мучился От этого осуждения Понимаете? То, что он делал Он убивал христиан Да И вот теперь он апостол Да Как можно перемирить эти две вещи? Ему пришлось Сражаться Подвязаться В этой борьбе И именно по этой причине Мы можем побеждать При помощи этих же слов И он выиграл Посланник Риму И вы видите, как он выиграл эту борьбу Это сражение веры Он вышел на тот уровень Где он сказал Вместите нас Мы никого не обидели Никому не повредили О чем он говорит Другими словами Апостол Павел говорит У меня есть Иисус Как мой Господь и Спаситель И я стал праведностью Божией в Нем И я верю в эту любовь Апостол Иоанн сказал Мы познали и поверили в любовь Которую Он имеет к нам Иисус Он верил в эту любовь Павел верил в любовь Иоанн верил в любовь Настолько, что послушайте В этом ключ Я исповедую этот грех перед моим Господом И Писание говорит, что Бог Он верен Он верный и праведный Не только простить Но и очистить меня от всякой неправедности Вот когда мне нужно начать исповедовать это Я исповедовал грех Теперь переступите через него Выйдите из него И исповедуйте это очищение От всякой неправедности Я очищен от всякой неправедности, забывая прежнее, забывая заднее и простираясь вперед. Именно так он сказал. Забывать его не значит игнорировать его. Вы исповедуете это, пока оно не стирается из вашей памяти. Точно так же, как Бог стер его из своей памяти. Если Бог может это совершить, и мы можем, и Он хочет дать нам силу для этого. Знаешь, что Павел говорил этим людям? Я никогда не совершал этого. Вот насколько свободным и неудержимым он стал. Он сказал, я никогда не делал этого. Я никогда не совершал этого. Боже мой, мы живем, имея сознание праведности. Да. Мы должны жить с этим праведным типом мышления. Вы могли бы провести над ним тест на детекторе лжи. Он бы ответил без всяких колебаний. Знаете почему? Да. Павел не лгал. Он говорил правду. Он сказал, я никогда не совершал этого. А дьявол будет пытаться напомнить вам об этом прошлом. Вы скажете, нет, нет, сатана, ты лжец и отец всякой лжи. Посмотри сюда, сатана. Видишь, что сказано здесь, в 1 Иоанна? Он был очищен от всякой неправедности. Видишь вот это? То, о чём ты говоришь, я никогда не совершал. Да. Знаешь, как-то в начале христианской жизни с Вики приключился забавный случай. Она работала в университете, в офисе. И там существовала такая практика. Им давали тест на выявление личностных качеств. Так, ничего особенного. Она прошла этот тест. В нём были личного характера вопросы. Воровала ли она когда-либо? Могла ли бы она взять какую-то вещь, если бы знала, что её никогда не поймают? Могла ли бы она пробраться в кино, не заплатив за него? Подобные вопросы содержались в этом тесте. Вики уже была христианкой. Она доверила своё сердце Господу. И там она отвечала на эти вопросы согласно тому, что было вложено в неё сейчас. Что она свободна от всего этого. Она новое творение во Христе. И когда на следующий день она пришла на работу, с ней никто не разговаривал. И в конце концов она спросила у кого-то, что происходит. Ей ответили, «Мы узнали, что ты — самая большая вруния, которую мы только видели, потому что каждый бы украл, если бы знал, что его не поймают. А ты сказала, что ты бы не крала». Она уже приняла решение. Она уже приняла этот чистый, «праведный склад ума». И она отвечала на эти вопросы согласно этому новому творению. И это вызвало проблемы. Но знаете что? Она дала правильный ответ согласно тому, кем она является во Христе. Она живёт в сознании праведности и в послании к евреям. Давайте откроем послание к евреям и разберём это место Писания. Вот что она делала. Они сделали то, о чём Писание говорит. Бог верен, а всякий человек лжив. Но если вы откроете десятую главу послания к евреям, здесь сказано. Это первый стих. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, или зрелыми, они не могут исправить то, что произошло перед этим». И далее написано, «Зрелость к совершенству, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды…» «Подождите минутку». Он только что сказал в первом стихе, что Иисус совершил очищение наших грехов. В третьем стихе. «Совершив собой очищение грехов наших». Он разобрался с нашими грехами. «Он разобрался с ними». «Нам нужно было лишь принять Его как Господа». И потом, в дальнейшем, когда вы совершаете что-либо неправильное, не имеет значения, что именно остановитесь и покайтесь сразу же, и верьте, что принимаете это очищение. «Да, сразу же». «И которое Иисус верен совершить». «Да». «Это очищение». «Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». И дальше в следующем стихе, или двух говорится, «Нет никакого воспоминания о грехах». Не вспоминайте о них. Не призывайте их. Если придет воспоминание, напомните дьяволу, что он лжец, и скажите, «Нет, нет, нет, я очищен от этого. Я никогда этого не совершал». Верно. Я никогда этого не совершал. Я покончился. Знаешь, царь Давид делал то же самое. Он ухватился за эту истину. И фактически она пришла через откровение. Да. Это было важно. И это пример, не так ли? Да. Авраам совершал это, и он ушел от этой старой жизни, приняв праведность по вере. И отличительный признак. Это вменилось ему. Между ними двумя. Вместо того, чтобы убегать от Бога, они прибежали к Богу. Они пришли к Богу. Да. Но Бог может справиться с этим. Он уже справился с этим. В жизни и крови Иисусу. Слава Богу. Наша вера. Как знают все наши партнеры, пятница на передаче «Победоносный голос верующего» всегда является днем пожертвования, потому что такое указание Господь дал нам много лет тому назад. И прежде чем выйти в эфир, ко мне пришло слово от Господа. Он сказал, что брат Деннис должен сегодня послужить нам словом о пожертвовании. Особенно это касается того, о чем мы говорили сегодня из книги пророка Захарии. Да. Аминь. Позвольте напомнить вам это. Это наша возможность войти в свое положение в Боге. Каждое пожертвование, но это возможность занять такое положение в Боге сейчас, где этот символ и источник благословения, с которого мы начали эту передачу, действительно начинает действовать. Позвольте напомнить вам то, что я прочитал здесь, потому что я хочу оттолкнуться от этого и заключить в этом вашу веру, когда вы будете сеять и готовиться слушать слово от Господа относительно этого пожертвования. Помните, он сказал, «Я сею семена мира и преуспевания между вами». Бог сеет, и это происходит здесь, через Слово Божье. Да. Происходит семень. Сеть и Слово сеет. Да. Слово сеется. Верно. И в то время, когда сеется Слово об этом, Бог сеет семена для мира, и именно это мы принимаем. И преуспевание, и именно это мы принимаем. Но Он сказал об этом таким образом. Он сказал, «Я избавляю тебя, и Я делаю тебя символом благословения и источником благословения». вот чем становится наша жизнь, вот чем становится наша жизнь, потому что мы следуем Его образцу. что Он делает? Он сеет семя, и именно так Он сказал. «Итак, мы сеем семя». Вы знаете это, если вы принимаете участие в работе этого служения. Но я хочу поднять уровень вашей веры сегодня. Я хочу, чтобы вы ухватились за эту возможность и сеяли в вере. «Итак, во имя Иисуса». Отец, мы принимаем это пожертвование, и вместе с партнерами этого служения соглашаемся, что эта минута станет новым положением благословения, мира и преуспевания во имя Иисуса. Аминь. Принимайте это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Узнавайте от Господа. Всегда спрашивайте у Господа. Спрашивайте у Него. И услышав от Него, говорите и делайте. И потом ожидайте, что Отец, пребывающий внутри, исполняет Слово Божье. Слава Богу. Если вы пропустили наши передачи, найдите их на нашем сайте в интернете. Будьте частью хорошей церкви. До встречи. А пока Деннис и Кеннет напоминают вам снова, что Иисус Господь.